дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума в эту прекрасную тайскую ночь у кого-то другое время суток и сегодняшняя наша передача о боррелиозе или болезни лайма о комплексе аюрведическом терапии как острой формы болезни лайма так и хронической формы болезни лайма ну давайте обо всем поподробнее и для начала вообще разберемся что такое болезнь лайма или боррелиоз клещевой откуда он берет и кто нам его дарит откроем с вами википедию где есть определение болезни лайма или клещевой боррелиоз там написаны какие-то вполне понятные вещи относительно того что это инфекционное заболевание вызываемая бактериями рода барелия переносимого и к содовыми клещами клещики такие вот на заставке вы замечательных таких клещиков видели а также оленьями кровососками или лосевые мухи как мы их еще называем они называются оленьи кровососки боррелии попадают в кровь в жертву при укусе инфицированными членистоногими кто же этих членистоногих самих то инфицирует а вот тут многие не знают но на самом деле многие уже знают относительно того что каким то образом на территории россии и не только россии и других стран тоже почему то летают какие то непонятные вертолеты с которых сбрасывают контейнеры из которых выползают в огромном количестве наши членистоногие уже зараженные всей этой радостью клещики со временем выяснилось что есть целые компании которые занимаются взращиванием таких насекомых то есть разведением таких насекомых именно как раз для этой цели и основные предприятия по взращиванию данных насекомых находятся на территории дружественной Франции ну французы они то лягушечек выращивают то эксодовых клещиков в общем все это происходит разумеется под пристальным и заботливым вниманием тех кто занимается эксплуатацией того что называется человеческий вид так или иначе обычным людям нежелательно ходить в лес по грибы ягоды все это ненужное безобразие потому что у всех этих ресурсов о которых сейчас в различных государственных дурах самых разнообразных стран ведутся самые понятные и четко очерчивающие возможности которые урезаются у двуногих рабов потому что всех считают по большому счету рабами социально обусловленные индивидуумы имеют рабское сознание но это отдельная тема для беседы сегодня мы с вами говорим о клещевом бирелиозе о том как можно излечить острую форму клещевого бирелиоза или болезни Лайма или Лима как ее называют иногда еще и откуда она собственно взялась есть много разговоров по поводу того что не существует хронического бирелиоза или хронической болезни Лайма по этому поводу идут давнишние споры относительно хронического бирелиоза и существует он на самом деле или нет так вот болезни давайте про историю немножко поговорим впервые сообщения о системном крещевом бирелиозе они появились это в википедии все написано вы можете и сами почитать в 75 году в США всего лишь в 75 году где 1 ноября в штате Конептик в небольшом городке Олд Лайм откуда собственно болезнь Лайма отсюда и название заболеваний были зарегистрированы первые случаи вот этой болезни а до этого их как бы не было и был поставлен ювенильный ревматоидный артрит диагноз тот же диагноз был поставлен нескольким взрослым это история возникновения клещевого бирелиоза так вот что интересно много разговоров было по поводу того есть или нету вот это вот хроническое течение болезни Лайма но организовались даже специальные специальные группы в Америке которые в противовес официальной медицине четко ясно и понятно утверждают относительно того что хронический клещевой борелез имеет место быть и по сути он протекает как заболевание опорно-двигательной системы очень похоже на артрит или артроз именно поэтому такие диагнозы изначально и ставили ревматоидный артрит разговоров может быть много самых разных задача на самом деле очень простая каждому заболевшему необходимо решить одну очень простую задачу не заниматься трепотнёй и чтением всякого разного а получить исцеление от того недуга который приобретён перейдя по ссылке в описании к этому видео вы сможете найти два комплекса которые получены трансцендентным методом они отличаются друг от друга один из них предназначен для того чтобы применять его для терапии острой формы и хронической формы боррелиоза второй комплекс предназначен именно для профилактики эта профилактика не только болезни лайма и боррелиоза а также и других заболеваний которые передаются посредством укусов кровососущих насекомых они отличаются даже составом поэтому каждый из вас может пройти посмотреть и внимательным образом почитать а также почитать что такое болезнь лайма как она развивается изучить этот вопрос профилактический комплекс предназначен для того чтобы каждый мог совершенно безбоязненно ходить в лес или лесопарк над лесопарками у нас вертолёзы с контейнерами не летают а вот над лесами летают для того чтобы грибы и ягоды в летний период те кому не надо не собирали ну и разумеется это определенным образом влияет на психику когда бесконечные сообщения о том что там укусили того укусили этого этот помер этот жив но инвалид и всякое такое прочее Александр написала Франция дарит нам клещиков симпатичных и замечательных клещушечек дарит конечно ну это не Франция дарит на территории Франции просто они фабрика находится где их размножают а подарок от наших дорогих глобалистов Свердловская область очень много в лесах клещей кстати появились сообщения о том что появились какие-то огромные клещи колоссального размера и разумеется тоже они у нас вот такие вот замечательные зараженные барелией кто считает себя рабами того клещи кусают вы знаете клещам по большому счету абсолютно насрать кого кусать понимаете если вы положили тряпочку на муравейник знаете лесные муравьи такие есть такие вот которые тоже возможно кого-то там рабами считают вот они там атаковали эту тряпочку муравьиной кислотой дальше вы протерли лысину или свои волосы вот этой тряпочкой то на вас уже клещики не сядут и насекомые не сядут тоже например москиты они очень не дружат с муравьями и чувствуют сразу по феромонам по запахам что не надо к вам приближаться даже не надо с муравьями никто не хочет закусываться еще один вариант это использовать пепел вы берете обычный пепел от костра посыпаете голову пеплом и все и клещики удивительным образом умирают от золы клещики умирают например собаки это знают и наши собаки здесь в Таиланде например туки царство и небесное которая тут померла от укуса змеи по-моему или может быть от старости неважно она валялась в кострище и клещики все подыхали и отваливались дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание если и ползали по мне то я их не возила на обследование слишком много честного ларисочка такая как мерзавцы говорят идите говорит жопу все все говорят и клещики дружно побежали искать ту жопу в которую их послала лариса долгих хорошо когда такими возможностями обладаете капсулы по поводу боррелиоза еще еще раз давайте подведем итог во первых что можно сделать можно использовать пепел если вы идете в лес клещики и помирают сразу от пепла можно использовать тряпочку и муравейник положили тряпочку на муравейник значит можно слегка влажную тряпочку положить на муравейник муравушки на нее пописели дальше вы одежду свою протерли волосы протерли руки протерли никакие клещики к вам не присосутся также можно использовать профилактический комплекс то есть первые два совета они очень простые и не требуют никаких финансовых затрат второй совет посложнее то есть здесь вы делаете профилактику не только боррелиозу или болезни лайма даже если вас клещики укусят или иксодовые клещики или кровососки здесь вы так сказать свой организм маленько еще и ремонтируете ну и конечно если уже это случилось можно иметь комплект дома для терапии боррелиоза который не содержит в себе никаких химических препаратов что весьма ценно и конечно же воздействие происходит не только на сам боррелиоз а еще и на сопутствующие недуги которые как правило в современном социуме есть у большинства людей напомню что более подробно вы можете зайти и посмотреть в описании к этому видео а также проконсультироваться у нашей тети Юли по плюс 7 4 9 9 638 3184 кроме того можно всегда задать вопрос на в группе точнее так будет правильно сказать группа телеграм она называется консультация натуропата там я абсолютно безоплатно консультирую всех кто задает вопросы если конечно это возможно проконсультировать неперсонально если множественные недуги у человеческого тела тогда лучше записаться на консультацию тоже можно сделать через Юлю плюс 7 4 9 9 638 3184 это ее ну и записаться консультации бывают разные есть и безоплатные просто нужно подождать они проходят по субботам а также есть консультации по анкетам консультации аудио где мы разговариваем голосом и даже видео ну не знаю кому нужно видео если уж вам очень хочется поговорить по видеосвязи так настойка из гвоздики возможно тоже если у вас возникнут еще дополнительные вопросы пожалуйста пишите ваши вопросы в комментариях а лучше присоединяйтесь к нам в телеграм сейчас я напишу ссылочку на телеграм канал здесь в чате для тех кому потребно и заодно дам ссылочку еще где можно задать вопросы по здравию тела группа называется консультация натуропата дорогие друзья благодарю всех кто сегодня принял участие в нашем прямом эфире всех вас целую обнимаю все мы есть единое целое вечное и бесконечное то что смотрят через наши глаза никогда не рождалось и оно не способно умереть но если бы все это осознавали все человечество это осознавало игра бы прекратила существование в силу бессмысленности потому что тогда пропадает страх страх смерти как базовый страх и его производные в этом случае смысл игры теряется и происходит очередная глобальная катастрофа по полному уничтожению этой виртуальной реальности и запуске новой площадки пока мы до этого еще не дошли до новых встреч дорогие друзья пока здравия тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание субтитры